МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурента нет. В антимонопольную службу республики снова увеличилось количество жалоб. Министерство сельского хозяйства страны заключило уже 10 соглашений с банками о предоставлении субсидий. Кредитные организации будут выдавать займы аграрному сектору экономики на льготных условиях. Процентная ставка составит не более 5% годовых. Всего с 6 по 15 февраля в Комиссию по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса поступило 27 заявок от кредитных организаций, изъявивших желание участвовать в новом механизме. Пока соглашение заключено с Россельхозбанком, Альфа-банком, Промсвязьбанком, ВТБ, Сбербанком, Газпромбанком, Райфайзенбанком, Росбанком, Банком Открытия и Юникредитбанком. Им будут возмещаться недополученные доходы. Размер субсидий составит 100% ключевой ставки Банка России. Эта программа позволяет снизить нагрузку аграрьев на свое собственное оборотное средство. По новым условиям им не нужно будет ожидать возмещения от государства. Банк сразу выдает кредит по сниженной ставке за счет субсидирования от государства. Мы рассматриваем заемщиков в обычном порядке. То есть банк принимает риск в любом случае на себя, несмотря на субсидирование. Поэтому требования будут предъявляться стандартные. То есть хорошее финансовое состояние, устойчивый проект, который будет сфинансироваться. Ну и выход на безобычность в разумные сроки. Льготное субсидирование можно оформить на кредиты, рассчитанные на один год. И на те инвесткредиты, реализации которых рассчитано от 2 до 15 лет. Максимальный лимит на физлицо не более 1 миллиарда рублей. По инвесткредитам ограничений нет. Отмечу, что банки в зависимости от размера кредита могут снизить процентную ставку до 1%. Вклад малого и среднего бизнеса Башкирии в бюджет региона составляет всего 4%. При том, что в структурах предпринимателей занята всего треть от трудоспособного населения. Такие данные привели на церемонию открытия нового делового сезона, которую организовала ТПР. 33% и 4% говорят о том, что есть проблемы с эффективностью малого и среднего бизнеса. Эту проблему мы понимаем. Поэтому мы должны работать в ближайшие 3 года в направлении увеличения эффективности этого бизнеса. Чтобы те, которые ведут малый и средний бизнес, вышли на устойчивый уровень, чувствовали себя комфортно. И это залог того, что эта сфера будет развиваться дальше. Церемония открытия делового сезона в Башкирии стала традиционной. Она собирает видных представителей малого и среднего бизнеса региона. Для них проводятся мастер-классы и тренинги. Здесь же можно написать заявление о приеме в члены региональной торгово-промышленной палаты. Кроме того, это площадка для общения представителей бизнеса и власти для выработки новых механизмов взаимодействия. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. И доллары, и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 23 копейки и теперь оценивается в 57 рублей 85 копеек. Европейская подешевела на 48 копеек до 61.20. Лучшие обменные курсы на текущий момент. Покупка доллара в Промтрансбанке за 57 рублей 40 копеек. Продажа в БКС-банке за 57.69. Кредитная организация может взимать комиссию до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Промтрансбанке за 60 рублей 40 копеек. По продаже в БКС-банке за 60.89. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Башкирии в 2016 году возбудило и рассмотрело более 3 300 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства о естественных монополиях электроэнергетики, а также рекламе и торговле. Об этом сообщила руководитель ведомства Зульфира Акбашева. Всего в прошлом году выдано 221 предупреждение и рассмотрено 97 дел. При этом большинство из них, почти 93%, возбуждены после рассмотрения поступивших заявлений. Злоупотребление доминирующим положением остается одним из самых распространенных нарушений. В числе выявленных фактов создание дискриминационных условий, необоснованный отказ от заключения договора и навязывание невыгодных условий. Я о новостях пока все. Далее московская студия. Субтитры создавал DimaTorzok